Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Народ стоит в очереди за палочками, за шурос. Вот они лежат готовые, делают их с сахаром, обычно жарят во фритюре. Есть пончики, есть гофр, вафли с разной начинкой. Все французские ярмарки похожи между собой. Раклет горячий продается, который сливается, сыр горячий сливается на бутерброд. Закуски можно взять отдельно в формочки или внутри хлеба, багета, как хотите. Везде продается классический тартифлет. Тут как-то так светит неудачно. Итак, сосиски с луком жареные, которые вставляются в багет. Везде есть тартифлет, он с разной начинкой, может быть сыром, быть классический. Огурчики, я показывала это в другом видео. Горячее вино всегда есть. Аттракционы семейные, каштанчики, конечно, прилагаются горячие. За 5 евро пакетик. Сладости классические. Яблочки, орешки в карамели. А ну-ка, замочи соседа. Сосиски, сосиски. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Развлекалка для малышни. О, как резво орут. Креативненько, креативненько. Это красочная ярмарка. Раньше была на Елисейских полях, потом её перенесли сюда. Бридзелики, бутербродики. Кексики, колбаска опять. Вся продукция на ярмарках обычно стоит дорого. Рассчитана на туристов, у которых есть деньги. Ярмарка начинается от Лувра и заканчивается возле площади Конкорд, площади Согласия. Ходить через всю ярмарку не буду, она одинаковая. В принципе, для французов это везде одни и те же закуски. Сменяющие друг друга через 200-300 метров, они повторяются все. Горячая картошка, тортифлет, раклет, тортифлет, горячее вино. Ну, в общем, это французские, конечно, закуски, которые предлагают для туристов. Ну, и для парижан тоже. Но парижане это всё едят дома и готовятся дома. Итак, на этом осмотр ярмарки буду заканчивать. Приезжайте в гости на Рождество и на Новый год и посетите Марше Гурманд. Или Базар Гурмана, можно так сказать. Отведайте горячих каштанов, вина, горячие картошечки с сыром, сосисок французских. Это всё вкусно, особенно когда первый раз, когда ты этого не знаешь. И до новых встреч на моём канале. Это была Ярмарка, которая работает где-то до 6-7 января. Единственная ярмарка, которая работает ещё после Нового года. Остальные ярмарки сразу после Рождества закрываются. Ярмарка. Субтитры подогнал «Симон»